здравствуйте друзья меня по-прежнему зовут александр паснова я очень рада приветствовать вас на моем канале закорнял цветочник сегодня я буду вам рассказывать про аукубу а у клуба бывают разные разновидности вот в данном случае у нас аукуба кротона листная выглядит это растение следующим образом это такой достаточно веселый разноцветный кустарничек с многочисленными пестринками желтыми ну прям вот такой вот разных оттенков кстати какой красивый лист то есть она яркая нарядная давайте почитаем что нам говорит про нее садовник а потом я поделюсь своими мыслями и наблюдениями по поводу нее науку бы японская кротона листная очень привлекательный разноцветный вечно зеленый кустарник растение может быть расположена в тени или полу тени и цветет незаметно очень обильно может быть регулярно подвержены стрижки для придания формы цветет она с марта по май высотой она до 150 сантиметров и так самое главное мы услышали либо полутень либо рассеянный свет то есть много солнца ей не нужно хотя у куб растет у нас в южных странах в естественных условиях и это до полутора метров но это вот такой вот от пола кустарник вырастает что важно можно и нужно стричь для того чтобы он кустился и не был лысым а так как это у нас кустарник он декоративно лиственный то пересаживать мы его можем либо в землю для декоративно лиственных растений либо в универсальный грунт полив обильный раз в неделю с полным высыханием грунта проверить это можно с помощью деревянной палочки кто не видел видео про полив посмотрите если за неделю кустарник не высох значит вы его переливаете если он высыхает за два-три дня значит вы его либо не доливаете либо его уже пора пересаживать в данном случае я не вижу корневой системы показавшиеся из дренажного отверстия то значит у пересадка не горящая в транспортировочном грунте растения нормально себя чувствует по несколько лет это большое предубеждение что они там все умрут и надо сразу пересаживать не надо сразу пересаживать если у вас нет противопоказаний одно дело что вы уже подобрали ему горшочек и хотите его пересадить но в данном случае она у нас в 17 диаметре корневой системы не видно поэтому 17 диаметр горшка для нее будет как нельзя более подходящим опрыскивание не требуется лист у нее плотный кожистый такой прям хороший глянцевый мыть листья обязательно или тряпочка или когда растение большое душиком для него можно использовать блеск для листьев чтобы он так не пылился и был у вас вот всегда вот таким вот веселым глянцевым растением соответственно стрижка уместно будет куститься будет ветвиться по моим наблюдениям жила у меня аукуба пару лет назвать и прихотливым растением язык не поворачивается то есть она действительно абсолютно не капризно поэтому тем кто любит зеленушку тем кто любит разноцветные листья и хочет быть уверенным что растение неприхотливое аукуба это в принципе ваш вариант по вредителям не подскажу не видела у кого есть аукубы кто встречался с вредителями пожалуйста напишите в комментариях я могу предположить мучнистый червеца ну возможно щитовку но это не точно но лично я не встречала вредителей на ней вообще есть такие растения которые не болеют ну хотя мне пишут что на замиокулькуса кто-то заводится меня 20 лет замиокулькуса ни одна зараза никогда его не ела на мой взгляд аукуба вот в плане иммунитета и в плане устойчивости болезни и вредителям примерно такая же беспроблемная красотка надеюсь видео было полезным интересным и вроде бы все рассказала вам поэтому на этом прощаюсь и надеюсь до новых встреч